Всем привет, с вами снова я Варин, и мы продолжаем Катао Солджи. Мы закончим на том, что... Как там сказать? Ну как-то объяснить мне трудновато будет. Ладно, давайте продолжим. Ханка больше заметна своим отсутствием, нежели присутствием. Её незанятная парта так и притягивает её в моё внимание. Я постоянно глядываюсь через плечо, надеясь, что Ханка каким-то волшебным образом там появится. Даже находясь в классе, она прилагает максимум усилий, чтобы оставаться незаметной. Хотя в последнее время ей стало получше, в этом плане она не изменилась. Никто не обращает на неё внимания, когда она в классе. Теперь её нет, но никому, опять же, не делаю отсутствие, словно и вовсе нет человека. Или упоминала, что она и раньше частенько проходила уроки, но всё равно меня это поражает. Школьник у колокола возвращает окончание занятий, заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. И только теперь я замечаю, что Миша тыкает мне в бок механическим карандашом, стараясь привлечь моё внимание. Алло, есть кто живой? Эй, прекрати! О, нас случалось. Здорово, пожалуйста, обратно на землю, Хитян. Чего? Ты видал где-то в космосе, и я подумал, что ты пытаешься наладить контакт с земной цивилизацией. Ночью я спал урывками, так что Миша права, я не уверен, было ли это побочным действием моих лекарств, результатов вчерашнего приступа Ханука, моих переживаний или всех трёх факторов вместе взятых. Я устало зеваю, опускаю подбород на ладони, вспоминая о том, как ужасно я спал. Эй, с тобой точно всё в порядке? Вчера я так перепугалась, ну ё-моё, ну подождите, ё-моё, один звук всё портит этот момент. Чу-чу, просто волшебный звук. Мм, вообще, охренеть. Да, да, вроде бы, но мне всё же хотелось поговорить с Ханкой ещё. Вы с ней видитесь вчера вечером? Ага, мы с ней с ней поговорили. Мм, это может показаться немного странным, но ты не могла бы поблагодарить Сидзуна от меня и от Лили. Я знаю, что Лили вслух не благодарила Сидзуна, но было видно, что ей хотелось, по крайней мере, мне так показалось. Мм, я думаю, с этим пытаюсь сказать «пожалуйста». Раздражённая жерстикуляция и побогревшие щёки Сидзуна говорят мне, что на самом деле она имеет в виду и совершенно другое. Её злово на выражение вызывает у меня смешок. Что-то смешно, Хитя, мы что-то не то сказали. Нет, не в это дело, я просто подумал, какой милый бывает порой с Сидзуна. Ты прав, Сидзуна действительно очень милый, когда пытается казаться грозной. Я замечаю, что Миша не переводит Сидзуна в ответ. Возможно, гнев Сидзуна довольно сильно перевешивает любое количество милого в ней. Тем не менее, Сидзуна быстро успокаивается и показывает Мишу что-то ещё. А, хорошо, Хитян, Хитян хочет пригласить тебя пообедать с нами. Пообедать? Я обдумаю их предложение, чуть отвернувшись в сторону, чтобы не поддаться на их заискивающие улыбки. Приглашение, конечно, заманчивое. Раздражение обедается с Думя симпатичными девочками. Было бы здорово, но мы с Альханка, запёршись в своей комнате, не дают мне покоя. Простите, но я пас. У-у-у. Миша переводит мой ответ, но Сидзуна и так прекрасно его понимает, изображая на лице разочарование. Она, видимо, начинает возражать, но останавливается и дважды хлопает Мишу по плечу. Когда та обращается на Сидзуна внимание, она просто пожимает плечами. Ну что ж, это твое дело, Хитян. Обещаю, что я составлю вам компанию в другой раз. Договорились? Миша приободряется на Сидзуна и разделяет её радости. Махнув головой, она призывает Мишу следовать за собой и машет меня на прощание. Я тоже поднимаю руку в прощальном жесте, и они выходят. Я не думал, что мой отказ так разочарует этих двоих, поэтому мне даже как-то неловко, что я их отшил. Ну, у меня и правда сейчас есть чем заняться. Ага, в женском общежитии сегодня как никогда шумно. Одни девочки играют в какие-то игры, другие смотрят телевизор в комнате отдыха. Я слышал их даже находясь перед дверью Ханака. Чувствуется контраст между первым этажом и коридором, где находится её комната. Стоя в пустом коридоре и слушая доносящийся внизу голоса одиночество, ощущаешь ещё острее. Я надеюсь, что Ханка появится сегодня на уроках, особенно после вечернего разговора со мной и Лили. Но упрекать её в сегодняшнем прогуле я не могу. Ситуация была не из приятных, и для стороннего наблюдателя, а уж для Ханка и вовсе ужасной. Не знаю, в каком состоянии она находится. Я затаив дыхание, неверно случил дверь. Всё, что я могу сделать, стоять и ждать, стараясь мысленно успокоиться. Проходит несколько секунд, и я начинаю думать, что она или спит, или просто не слышит стука. Но ручка двери поворачивается, не успев я занести кулак. Дверь приоткрывается, образуя небольшую щель, через которую она выглядывает. Я уверен, что эта девочка установила бы дверной глазок, если бы правило разрешали. Я просто и улыбаюсь, не думаю, что слова имеют в этом случае какое-либо значение. С Ханка происходит то же самое, она молча смотрит на меня, щель в двери недостаточно широкая, чтобы видеть её выражение. Поэтому я могу только гадать, что у неё на уме. Некоторые двери мы просто молча смотрим друг на друга, слышно только звуки веселья на нижнем этаже. Не знаю, сколько времени проходит, но в итоге она отступает от двери. Я задаюсь вопросом, впустит она меня или нет, как вдруг дверь медленно со скрипом открывается. Чёрт, давай дверь. Прям в ухо зарезал. Теперь, когда открывается вид на её и на комнате, я замечаю, что волосы Ханка влажные. Она недавно принимала душ, что подверждает явный ароман шампуня. Её лицо выражает любопытство, как будто она не совсем понимает, что я вообще здесь делаю. Хотя, может, она думает совсем не об этом. Такое чувство, будто мы не видели целую вечность, и теперь, встретившись, никто из нас не знает, что сказать... что сказать другому Да Когда Ханка понимает, что пялиться на меня, она неловко отводит взгляд, отворачивается и опускает глаза в пол Я воспринимаю это как приглашение, и прикрыт за собой дверь, прохожу в комнату Я вижу, как ее руки теребят ночную рубашку, свисящую спречь Я пытаюсь собраться с мыслями, но ее аромат сводит меня с ума К моему удивлению, Ханка первая нарушает тишину Окей, зачем? Чтобы... зачем я сюда пришел? Я беспокоюсь о Ханку, поэтому пришел к ней Она впустила меня, как и я, и надеются А теперь, что? Что мне делать? О чем говорить? Почему я не подумал об этом до прихода сюда? Я хочу извиниться за происходящие с ней, ведь в отчасти я это и сопровоцировал Хочу преодолеть расстояние, разделившее нас прошлого дня И увидеть ее, наконец, счастливой Как я могу это сделать? Не знаю о ней самого главного Интересно, интересно, почувствовали то же самое и вонатка Когда увидел меня на серийно-голубой больничной койке Ну, я... я... хм... Глубоко взохнув, я прекращаю запинаться и нервничать Думаю, никогда прежде еще так не волновался из-за какого-то... В таком состоянии я не способен обмануть Даже бы попытался, Ханка сразу бы меня раскусил Не знаю, я просто хотел с тобой увидеться Как вы удивлено, перестали мять ночную рубашку, отряд мне милую улыбкой и кивая Ее удовлетворил мой ответ Что-то... Ага... Раз уж ты пришел, я бы не отказалась собирать с собой шахматы Я едва сдерживаю разочарование после того, как я измотал из нее всю душу Она хочет только сыграться на шахматы Однако, взглянув ей в лицо, я замечаю нерешительную улыбку И понимаю, что все-таки за этим кроется нечто большое Наверное, иначе она просто не стала бы открывать дверь Возможно, закрылась бы, только увидев меня или попросила бы уйти Она в любой момент могла прекратить наши отношения Но не сделала этого И теперь она спокойно просит меня сыграть с ней В ту самую игру, за которой мы впервые провели вместе достаточно длительное время Меня с головой накрывает чувство облегчения Все будет в порядке Ханков впустил меня в свой мир И пока мы будем вместе, я думаю, что все у нас будет хорошо С удовольствием! Прошло какое-то время, или может день, я вообще хочу Так А, ну где иначе-то прошло Наконец наступил день, когда мы собрались отмечать день рождения Ханка Честно говоря, я надеюсь снова увидеть Ханка и Лили в пижамах Ночная рубашка Ханка кажется мне теперь довольно симпатичной Хотя и немного консервативной А шотики и Лили прекрасно сочетаются с верхней частью из тонкого щелка Ё-моё-моё Вот, блин, надеется Вот Так Как это называется? Над год старше Хоть что-то Ну, недавнее событие, связанное с реакцией Ханка на предстоящие события, немного обращает праздник До сих пор не понимаю, что тогда произошло Могу тут столько смутно догадываться о причинах Но не думаю, что ответ можно получить, просто задав ей прямой вопрос Раздуманно надо всем этим, я стучу в соседнюю комнату Ханка дверь Это ты, Хисала? Да, это я Я слышу шаги, приближающие к двери Затем щелчок открывающегося замка На моей памяти ее еще ни разу не запиралось И это кажется мне подозрительным Открывающей дверь открывается взору Совсем не впечатляющей до вечеринки по случаю дня рождения обстановку Ага, Ханка улыбаясь, поспешно кланяется и возвращается за стол Предоставляя мне закрыть и запилить дверь По ходу дела я отмечаю, что не просто организовать чайпите наподобие того, которое устраивает каждый вечер Удивляться тут, наверное, нечему К моему облегчению Ханка выглядит относительно спокойным Он так от занятий вероятно пошел на пользу и дал время немного прийти в себя Я сажусь между Лили и Ханка за низкий столик, стоящий в центре комнаты Мое внимание привлекает большой коричневый пакет, стоящий у Ко Лили Я незаметно пытаюсь заглянуть внутрь, но ничего не могу рассмотреть со своего места Ханка, как и мне, тоже очень любопытно, что там Эй, Лили Лили отпевает из чашки, которая уже держит возле голов Прежде чем полностью переключить на меня внимание Слушай Мне интересно, что это у тебя за пакет? На мгновение она задумывается, а затем хитро улыбается Че-то мне не нравится Это подарок Акеры, к сожалению, она все равно работает и не сможет присоединиться к нам Лили наклоняется и нащипывает что-то в пакете, а затем извлекает это на белый свет Я поднимаю брови, из сумки показываются сразу два предмета Между ее пальцами зажаты два стеклянных горлышка Теперь это понятно, почему две заперты Ну так и знал, ну еж ты Бухать так бухать Вино? Тихо, вино На стол с мухим стуком опускаются две бутылки Одна красная и одна белая Хотелось бы верить, что это безракокольное вино Но к чему в таком случае нужна была бы секретность? Спиртное? Да вы шутите Уверена, что это хорошая идея? Лили веже улыбается, хихикает Что-то я сомневаюсь, что она в этом уверена Это подарок от моей сестры Я знаю, что это не совсем уместно, но от небольшого количества вреда не будет Небольшое количество? Чего? Если бы Лили была против алкоголя, то наверное согласилась бы передавать Акера мне казалась серьезным и ответственным человеком Против взрослой версии Лили, но похоже я ошибался Мы же по закону не имеем права пить алкоголь В таком случае мне грех жаловаться, тем более вино кажется неплохое Я не знаток, но бутылки по крайней мере выглядят дорого Отец мне как-то наливал на пробу один или два бокала во время средних обедов Но разобраться в вине у меня не было возможности К тому же я не считаю себя поборником правил Судя по выражению лица Ханка, думает о том же И в конце концов, это ведь ее день рождения Пора открывать? Конечно, а я принесу Месседжер замеряет, когда в дверь трижды резко стучат Ханка стремительно отглядывается, Лили закрывает глаза и прислушивается Никому из нас не хочется получить по шее Кто там? Впусти, а то совсем тут оклею Лили с облегчением выдыхает и подает знак Ханка, чтобы та открыла дверь Амм Это как шакера Она покорно встает и поправляет ночнушку, перед тем как идти открывать Видимо, не совсем поняв кто это Но достаточно доверяя Лили, чтобы сделать, как она просит Из-за плеча Ханка я различаю появившуюся дверью фигуру белокурого человека в темном костюме С днем рождения, Ханка Спасибо, Акера Ханка, сложив руки, сдержан кланяться Так, это та самая неуловимая сестра Лили Твою же ты налево Это все что? Это все то на гостаршее Закрыв дверь, она подходит к столу И у меня появляется возможность как следует смотреть Акеру Они с Ханок одного роста У нее довольно коротко стриженные светлые волосы Из-за плоской груди мужского костюма и низкого голоса Ее можно было бы спутать с парнем Не говоря лишних слов, она опускается за стол напрочь меня Здорово, что ты присоединилась к нашу компанию Акера Отпросилась с рабоводом? Да Голос Акер Не знаю Низкий голос какого-то парня Ладно Ага, мне еще предстоит туда вернуться Но все-таки удалось взять небольшой перерыв, чтобы прийти Так это значит у нас Хисала? Она уверенно улыбается мне И я в ответ вежливо уклонюсь Судя по тому, как она сразу перешла к общению на ты Эта девушка куда менее формально, чем можно положить по ее внешности По сути-ка, раз она уже знает, кто я Значит, Лили говорила обо мне с ней Интересно, что она рассказывала Прости, что не представила вас Хисала Это Акера Сата Моя старшая сестра Приятно познакомиться Упомянула девушка громко хлопает в ладоши Заставляя Ханка сдрогнуть от нежности Заметив это, Акера немного смущается Но потом возвращается к своему прежнему настрою Только сейчас я замечаю, что Акера не обращает никакого внимания на шрамы Ханка А Ханка держится в отсутствии Акера вполне свободно И даже кажется немного расслаблена Ну что ж Я полагаю, подарок пришел по адресу Нет никакого смысла сидеть и ждать Тем более, судя по выражению из Хисао именинницы Им не терпится попробовать Рихий кикает А я отворачиваюсь, смущенный фактом Что не смог скрыть свое любопытство По глазам Ханка я замечаю, что она, как и я Хочет попробовать вино Но я пытаюсь изобразить нарезать гримасов из различия Акера с небольшим усилием Откопоривает первую бутылку А Ханка просит бокал А принес бокал После чего я развиваю белое вино на четверых Я где-то слышал, что белое вино имеет меньший градус по сравнению с красным Поэтому, мне кажется, улучшена часть него Выпьем за Ханка и за поездку лили Ура! Ура! Иди двоем крикером, а я на таком ура По традиции, чокнувшись, мы себе отпиваем с этого желтого напитка Совсем не похож на то, что я пил с родителем Чувствуется фруктовый оттенок Почти полностью скрывающий вкус алкоголя Я думаю, настоящее вино именно таким и должно быть С другой стороны, возможно, Акера выбрал такое вино специально для этого случая Так как никто из нас еще не привык к спиртному Во всем каком случае, надеюсь, что никто Неплохо, я ждал, что будет крепче Если тебе не понравилось, у меня есть несколько других вариантов Из которых можно выбрать А ты, кажется, в винах неплохо разбираешься Так, чуть-чуть Я-то больше пива предпочитаю О, нормально Пиво такое святое Я вообще пить, я умею В доказательстве своих слов, она одним махом осушает весь бокал Что в нифигасе Мы с Ханком молча наблюдаем, как Акера осушает целый бокал вина Я не могу определиться, столь ты впечатляться или же ужаснуться Но у меня точно нет никакого желания последовать этому примеру Лили немного морщится на хвастовство своей сестры Я отмечаю, что она не спеша подтягивает вина из своего бокала Ну, хорошо Теперь, когда подарок Акера открыт и продегустирует... Ваааа Ну, хорошо Теперь, когда подарок Акера открыт и продегустирует, придем к нашим подаркам Верно Мы пропасли подарки Это твой день рождения, все-таки Это от меня Лили вытаскивает из-под стола тщательно завернутую куклу и передает ее Ханка Ханка обращается с подарком, как будто это кристальная посуда Аккуратно переворачивает ее и развязывая подарочную ленту В конце концов, бумага падает на пол, открывая взору и замрут на зеленый цвет платья куклы Она красивая Не знаю, какую реакцию я ожидал от Ханка Почти полное отсутствие куклы в ее комнате Но так думал меня на мысль, что она равнодушна к ней Но у меня взгляди на подарок, ей читается совсем другое Она поворачивает куклу с такой же деликатностью С такой разворачивала С какой разворачивала Будто так вот-вот рассыплется в ее руках Я рад, что тебе понравилось Честно говоря, это Хисо для тебя выбирал Не надо было говорить Ханка вдруг вспоминает, что они одна в комнате И переключает внимание с куклой на нас Да, мне очень нравится Спасибо, Лили и Хисо Кстати, у меня для тебя тоже кое-что есть Это из пакета, завернутый в подарочную покупку шахматы Держи, с днем рождения Положив куклу рядом, Ханка с такой же бережностью Которая только что разворачивала подарок Лили Начинает распаковывать и мой подарок Вскоре из упаковки показываются Черные-белые квадраты шахматной доски И Ханка мягко пробует пальцем по резной поверхности Ого! Она случайно нажимает за щелку на крышке коробки И, испугавшись, издрагивает Затем открывает ее и достает одну из фигур Она, кажется, в той же мере поглощена изучением коробки и фигурок Что и куклой подаренной Лили Они из благородного коралла Натурального цвета Неокрашенные Ну, не так сказали Спасибо, Хисо Да не за что У тебя же сегодня день рождения Да, верно Мой день рождения На лице Ханка снова появляется Это странное вражение Она осторожно закрывает крышку шахматной доски Я замечаю, что улыбка Алькера Постепенно становится напряженной Видимо, она знает о произошедшем в классе Учитывая, как аккуратно Она старается обхватиться с Ханком Надо будет как-нибудь Тебя в них обыграть Я думаю, я сама тебя обыграю Хе Нормально Она берет в руки куклу подаренной Лили И маленькую шахмату доску И поднимает их к груди Это ее, кажется, немного успокаивает И мы все какое-то время просто сидим в тишине Думаю, это один из тех редких случаев Когда я вижу ее по-настоящему счастливой Она крепко прижимает к сердцу подарки От своих самых близких друзей Спасибо, Хисова Благодаря нас Ханка случайно роняет фигурку И принимается с вынужденной шарик По ее поисках Надя ее, Ханка Надя ее, Ханка Оставляет шахматный набор в покое И нервно охлебывает вино На нее словно бы вновь Обрушилась реальный мир И она попыталась найти спасение в бокале Не обращает понимание Эй, полегче Не надо так выступить Даже вечеринка Хисова Не смотря на это На это На Хисова В голосе Льви показывалась Беспокойся Она неохотно следует примеру Ханка Она пьет маленькими глотками Тщательно смякуя каждый из них Я решила, что так должно быть Правильнее всего И повторять за ней Поскольку мы сегодня Также провожаем тебя То хочу пожелать Чтобы эта поездка Оказалась для тебя Хоть немножко приятной Лили Надеюсь Твоя тетя поправится Я тут тоже надеюсь Что твоя тетя выздоровеет Лили Нас Лили немного удивляет На пункте Ханка Которая оказалась Способна на него Несмотря на ситуацию Со своей семьей Я впечатлен Боже Спасибо вам обоим Будьте верены При встрече Я передам ваши пожелания Моей семье Лили Не переживай Все равно Лили поздно Образуется Поскольку в комнате Начинает сгущаться Гнетущая атмосфера Я решила Изменить тему Ну что Давайте резать торт Моё осторожное Предположение Приносит желаемый результат Все заметно оживляются Да Пожалуй Торт? Я не знаю Что будет торт Я его заранее Прикупил вместе С кое-какими Еще закусками Молодец Хислав Хоть кто-то вспомнил Об этом Все кажется Благодарны За возможность Отречься От груза Чашких мыслей И я Достал торт Из пакета Начинаю его резать Вино И шоколад Смесь Казалось бы Не слишком удачна Но никто не жалуется Разговор стекает Поскольку Все Принесли Я с самого начала Насторожно Относился К этому празднику Спас Опасаюсь Худшего После приступа Паники Ханука Но идея Лилия о том Что подарить Ханка Приятно Вспоминая О день рождения Видимо Работает Ханка была Весьма Признатель За подарки Ханка пытается Подлить Тебе Еще вина Но в итоге Прливает Немного На стол Она Выпила Уже Пару Бокалов Так что Учитывая Отсутствие У нее Опыта Распития Алкоголя Неудивительно Что он Ударил Ее в голову Прости Лилии Я не хотел Устраивать Беспорядок Я Не волнуйся Я уберу Так Лилии наклоняется И к моему удивлению Нежно обнимая Засуетившуюся Ханку Все в порядке Ханка Я рада Что ты здесь В ответ Ханка Едва Замя Накибает То что Лилии Так Поддерживает Свою подругу Смотрится Вполне Естественно Я не представляю Что вообще Было бы С Ханкой Есть бы Незабота Лилии Все это Приятно Наблюдать Такой Наполненный Душевный Теплом Момент Даже Акери При виде Это Не удается Сдержать Улыбку Я не думал Что мне Ударится Так быстро Найти Новых Друзей И мне Очень повезло Что Из всех Людей Я подружился Именно С ними Они Медленно Остраняются Друг от друга И пока Ханка Приходит Себя Я Спешно Принимаюсь Устранять Посредствия Аварии Среди Чайного Сириза Я нахожу Полотенце И начинаю Вытирать Пролитое Пока Я этим Занимаюсь Ханка Лилия Окупоривает Вторую Бутылку И наполняет Свои бокалы Похоже Вино Всем понравилось Только Незапотребляйте И в будущем Договорились Мы Все Согласно Киваем Хотя Ее Предупреждение Звучит Немного Неуместно Если Учить Что Именно Она Принесла Алкогой Несовершеннолетним Все Вторая Блокавлина Пьется Значительно Легче Первого И мы Не успеваем Заметить Как Приступ Как Пустит Вторая Бутылка Хотя Акер Помогает Нам Прикончить Ее Ханка Держится С ней Почти Наравне Я Чувствую Приятное Голоковражение Но Мне Кажется Удалось Вовремя Остановиться Ханка Лениво Улыбается Играя С волосами Своей Куклы Могу Поспорить Что Ей Это Не Удалось В Отвече От Лени Я Не думаю Что Ханка Намеренно Напилась Но Мне Кажется Что Сейчас Ей В голову Ударил Сразу Весь Алкоголь У Хрупкое Тело Не Способно Противостоять Его Действию Лени Болтает Вино В бок Бодя Пальцем Бодком О Я Произволение Щечки Но Она Все Рано Не Кажется Пьяной Аки Как Я Думал Ни Холод Ни Холод Ни Жарко Хотя Ее Лук Став Чудочка Шире Кажется Ханка Вдруг Икает И Роняет Куклу Кажется Кажется Мне Пора Спасти Спасибо Хиса Благодарю Вас Акира Имя Акира Она Произносит Раздельно Растяги Слоги И давясь От смеха Она Напивалась Дрызг И я Не знаю Нужно ли Мне Быть Стыдно За то Что Ее Состояние Меня Веселит Да Ты Меня Сейчас Веселит Действительно Странно Я Видит Сто Беззаботное Настроение Жаль Что Достичь Такого Удовольства Как Посредством Оголголя Так Давай Помогу Акира Начина Поднимается Собираясь Помочь Ханка Ну И Громко Кашляет Останавливает Сестру Кисам Может Лучше Ты Че Акира Удивляют Ее слова Да и Меня Признаться Тоже Я Не против Выполнить Посьбу Хоть Танец Спровождать Какой Токовар Улыбкой Просто Она Неожиданная Конечно Без проблем Я Подбираюсь С пола Шахматы Помогаю Ханку Стать Я чувствую Себя Ответственным За нее Тем более Что После Акира В комнате Я Все еще Сжимает Куклу А Другой Протягивает Не Да Опичный Пратмолли Мы Спотыкаясь Выходим За порог И доходим До двери Ханка Причем По пути Она Нескораз Сталкивается Со мной Затем Комна Я Включаю Свет А Ханка Поворачивается К полке Над Тумбочкой На ней Сидит Изящно Кукла Не Мигающая Взгляд Которая Устремлен Куда То В пустоте Безопасности Ханка Осторожно Сажает Куклу Рядом С другой Поправляя Ее Платье Теперь Их две Они Сидят В тишине А их Платьицы Идеально Подходят Рук К другу Так же Как И завороченный Чайник Улили Они Сужат Созданием Контраста Между Скучным Белым И серым Цветами Которых Выдержана Комната Ой Убедитесь Что две Действительно Ценные Для нее Вещи Безопасности Ханка Оступает На несколько Шагов И чуть Не падает Теряя Руновесие Я бросаюсь Вперед Чтоб Поймать Ее Но она Удерживается На ногах И без Моей Помощи Некоторое Время Мы стоим В тишине Поскольку Ханка Смотрит Куда-то Вниз Шкафа Через Пару Минут Она Начинает Раскачиваться Из стороны В сторону Шутковат Разреяще Собой Все Будет Порядки Ханка Ой Вдруг Она Делает Два Шага Ко Мню И Обхватив Руками Упирается Головой Мне В грудь Я ощущаю Как бьется На сердце Поскольку Все мои Чувства Притупленные Алкоголем Постепенно Начинают Пробуждаться В ее Дыхании Я ощущаю Запах Вина Чувствую Прикосновение Пальцев Вдыхая Аромат Ее Волос Я Сто Не смей К ней Прикоснуться Борюсь Соблазна Обнять ее Поджать К себе И сказать Что все Будет Хорошо Мне Кажется Что Это Было Неправильно Совсем Совсем Неправильно Ханка Ну я Хочу Остаться С тобой И Лили Нечерераздельная Речь Ханка Немного Напоминает Мишину Но ей Вряд ли Приятно Будет Услышать Подобное Сравнение Ты Знаешь Что Я Не могу В конце Котцов Ты Девушка А я Парень А Лили Нужно Выспаться Она Разве Ровно Стонет Так Непривычно Что Она Ведет Себя Настолько Прямолинейно Не волнуйся Мы Сможем Ведеться Завтра Ладно Я Глажу Ее По голове Чтобы Утешить Решим Что Это Наиболее Приемлемый Фит Физического Контакта Пока Она В таком Состоянии Ханка Трется Голова Об Мой Грудь Ситуация Станется Все Более Неловкая Ханка И нежно Но настойчиво Остраняюсь От нее Вначале Она Пытается Сопротивляться Но В итоге Сдается Я Не хочу Чтобы Ты Уходил Ханка Прошу Тебя А Кирилей Могут Подумать О чем То Не Том Если Я Держусь Здесь Ненадолго Это Правда Я Не хочу Рисковать Уже И так Чувствую Себя Очень Неловко Не Надо Никаких Не Не Наких Толковать Слово И Поступки Потому Что Она Находится Под Воздействием Алкоголя Я Читал Что Он Может Отключать Сдерживающие Механизмы Сознания И О том Что Организм У разных Людей По-разному Реагирует На Алкоголь Да И Без Этого Слова Можно Расценить Двояко Раз Уж Она В Порядке Я Намерен Подкинуть Е Комна Как Можно Скорее Ханка Снова Икает Она Стоит Посреди Комнаты С Лицом Мрачнее Тучи Чем Больше Она Пива Тем Больше Менялось Ее Поведение Но Теперь В Своей Комнате Наедине С Мо Ее Предыдущий Бодрый Настрой Испаряется Она Получается Только Притворялась Жизнерадостно Чтобы Мы Не Волновались За Нее Даже Если Так Что Я Могу Сделать Для Нее Ведь Со Своими Собственными Проблемами Я Поступаю Таким же Образом Я Стараюсь Не Думать Об Это Подводя Ханка Кровати Хотя От Ее Попыток Привести Постель Порядок Молотолку Извини За Сегодняшнее Ханка Я Знаю Ты Вероятно Не Вспомнишь Об Это Но С Днем Рождения Не Жаль Что Мы Не Смогли Сделать Для Тебя Больше Она Нагодаем Поднимает На Меня Глаза Я Не Знаю Понимали Она Что Я Ей Сказал Но Спросить У Ее Не Могу Потому Что Ее Глаза Мирно Закрываются Я Облегчено Вздыхаю Затем Тихо Отхожу От Нее И Перед Тем Как Выйти Из Комнаты Выключаю Свет Я Немного Прежде Чем Войти В Я Вхожу И Сразу Закрываю С собой Дверь Чтобы Никто Проходя Мимо Ненароком Не Увидел Винные Бутылки В Комнате Лили А Потом Поворачившись С сидящим За низким Столиком Девушкам На Лицах Аки Лили Приветливые Улыбки Такая Перемена По сравнению С Чужой Атмосферой Комнат Ханка Может Только Порадовать И Сал Это Ты Да Я Ложил Ханку Постей Она Уже Спит Это Хорошо Признаться Я Не Думала Что Она Сможет Так Напиться Эй Все В Порядке Она Безопасность Уже Укуталась Одеял Да Такой Как Она Она Смущена Замолкает Хотя Мысли Вряд Стали Бы Спорить Действительно Для Такого Тревожного Боящего Сего На Свете Человека Выпивка Представляет С собой Отличный Способ Спасения От Подобности Чувств Хотел Был Я Сделать У нее Нечто Большое Чувствую Себя Бесполезно Глядя На Лей Я Вспоминаю О том Вопросе Которым Задавался Еще В Горде Почему Наши С ней Отношения Лишь Дружеские И Не Развиваются Дальше Теперь Я Знаю Ответ Лей Поддерживал Ханка Так же Как И Меня Да Боже Лей Поддерживал Ханка Так же Как И Меня Со Дня Нашей Встречи Но Она Так Себе Ведет Со Семьи Изо Сех Сил Стараясь Помочь Добрым Словом В таком Случае Что Связывает Нас Ханка Когда Я Спас Наши Отношения После Нечайно Спровоцированного Мной Приступа Паники Казалось Что Мы Вновь Стали Друзьями Однако Я Все Чаще Чаще Думаю О Ней Ни Одну Другую Девушку Я С Такой Точки Зрения Больше Не Смотрю Но Может Быть Это Просто Естественная Реакция На Такое Поведение Аки Расскажи Мне Кое Что Она Зевает И Поворачивается Ко Мне Время Уже Позднее Ты Знаешь Что Случилось Ханка Да Ага Лей Мне Все Рассказала С С Потом Сошло Прежде Чем Мне Удалось Договориться Устроить Перерыв Чтоб Помочь Скрасить Ее День Рождения Ведь Мы Довольно Харшел Ладим Удивительно Что Ханка Поладила С Такой Общительной Девушкой Но Если Они Познакомились Через День Тогда У Ханка Вероятно Было Время Привыкнуть К Акере И На Этой Ноши Я Прощаюсь С Поднимается И Проходит В нем Обенят Двери Перед Самым Ходом Она Поворачивается К Нам Не Забыл Насколько Вылез Из Основ Не Волнуйся Я Уже Все Подготовил Осталось Только Убрать Вещи По Чемоданам На Этим Я Замыз Ближе К Отъезду Умничка Ну Что Ж В таком Случа Увидимся На Этом Она Разворачивается И С Высок В любом Случае Мой Комплимент Вызывает У Лилии Улыбку Ты Нормально Чувствуешь После Выпитого Не Пытаешься Скрыть Что Тебя Тошнит Я В порядке Будь Спокой Я Очень Умеренна Да И Ты Тоже Достаточно Хорошо Держишься Осмелюсь Сказать А Там Кажется Там Крепил Момент Разговор Ну Что Видимо Твоя Умеренность Передалась Мне Немного Но поколебавшись Я сужусь Напротив Лилии Мне хочется Задать ей Прямой Вопрос Чтобы Разобраться С собственных Мыслях Давно Хотел Спросить Но Все Никак Не Решался У Тебя Есть Какие То Идеи Что Могу Вызвать Приступ Паники У Ханка Я Так Понял Что Это Как То Связано С Ее День Рождением Но Больше Я Об Этим Ничего Не Знаю Даже Аки Очень Осторожно Обходила С ней Поэтому Мне показалось Что Она Тоже Что Знает Лук И Лиз Некает И Вместе С ней И И И Остатки Праздничного Настроя Честно Говоря Я И Сама Не Знаю Всех Подробностей Ханка Рассказала Тебе Что В детстве Пережала Пожар Мы С ней Давно Знаком И Об Этим Она Мне Тоже Победала Что Что Касается Всего Останного Она Просто Об Этим Говорила Не Говорила Тебе Если Отталкиваться От Самых Пессимистических Предложений Что Могло Произвести С ней В прошлом Возможно Жизнь Ее Была Полна Одиночества А Родители Погибли Может Быть Она Зашла Даже Настолько Далеко Чтобы Что Винить С Лили Тоже Выглядит Расстроенной Но Она Пытается Взять Себя В руки И Постепенно К ней Возвращается Часть Самообладания Наверное Мы Так Разоткровенчивались По Большой Части Благодаря Обиду Но То Что Нам Удалось Выговориться На Эту Тему Само По Себе Хорошо Я Чувствую Себе Беспомощным Если Все Действительно Так Как Ты Рассказываешь То Чему К ней На Следующий День После Нашего С тобой Соместного Визита В Ее Комнату Признать Я Даже Не Могу Предположить Что Вы С Ханг Решитесь На Подобный Шаг Стой Скоро После Произошедшего Думаю Ты Все Сделал Верно Да Ничего Особенно Я Не Сделал По Правде Говоря Просто В Так Момент Мне Не Хочется Покидать Ямаку И По Край Мере Этот Город Все Кажется Значительно Проще Когда Поблизости Нет Посторонних На И В Ответ На Мои Слова К Моим Удивлением Появляется Беспокойное Выражение И Она Теряет Не Знаю Что Ответить Она Она Порывается Сказать Что Но Затем Останавливается И Обдумает Свои Слова Меня Это Настораживает Я Тут Подумала Скажи У Тебе На Вечер Пятницы Есть Какие Немод Планы На Вечер Пятницы Нет А Разве Тебе Не Запланировал Вылет На Следующий День Мне Кажется Не Стоит Переутомляться Еще До Перелета Все В Уме Уверен Ничего Необычного Просто Небольшая Прогулка Супахиста Сомневаюсь Что До Наступления Комендантского Часа Осталось Так уж Много Времени Черт Комендантский Час А Я И Забыл Я Большой взгляд На Часы Рядом С Кроват И Но У Нех Нет Цифроблата Котором Она Конечно Не Нуждается Не Желая Нарываться Лишний Раз На Неприятность И Выслушивать Выговор От Патрульного Я Стою Собираюсь Вернуться В свое Общежитие Как Она И Предлагает Ладно Увидимся С тобой Ханка Завтра Если Вам Конечно Удастся Утром Подняться Спасибо За Заботу Хисау До Встречи Затем С вами Я Выхожу В Коридор Надеюсь Ее Идея Кажется Удачной Блядь Ты Ты Блин Налево Времени Досточно Да Мы тут Остановимся Таскать Веселое Веселое Чтение Что я Блядь Не мог Выдержать Смеялся Как мог Я думаю Здесь Мы можем Сновиться Всем Спасибо За Просмотр Подписываться Канал Всем Пока Субтитры